Самый крутой анонсер на данный момент. Пока не надоел. Ну да, опять же мы говорили по поводу того, что женский голос ненапряжный, по делу что-то говорит. Небольша, которая по-французски там заревает. Ну да, она там периодически бывает. А воризантер так, fucking mad умеет так разговаривать. Ну да, fucking mad анонсера. У него да, они вместе с Оксом, когда интервью дают, у них такие, да, французский и английский. Фрэнглиш, да. У нас рунглиш, у них фрэнглиш. Ну что, четвертый бан команды Сигма. Что же это будет? Ну что, банить саппортов, я даже не знаю, может быть, Чена, ну, ЦМ куда, ЦМ куда отправляют. Ну это же пик. Ну просто вопрос в том, что если брать Лича, то его придется отправлять действительно в соло сейчас. И они берут Луну, опять-таки один из их частых пиков. Что, нами, пора бы саппортов набирать. И понятное дело, что героя для хвоста оставят напоследок. Сашка уже к этому привык. Не, ну у Сашки-то выбор сейчас достаточно большой. Ну да. Банов Керри вообще мы не видим. То есть, любого бери, бери не хочу, что угодно. Ну как бы, смотрится, по-моему, Чен. Да, возможно, мы сейчас увидим нечто подобное. Да, вот он, Чена, заезжает. Я говорил, надо было Чена банить. Ха-ха, не верили мне. Ну типа да. Что Сигма? Тяжело сказать. Ну вот, есть такой чудесный герой, как Клоквер, который пока не банит, которого можно было бы забрать. Есть такой чудесный герой, как Лич. Если брать Клоквер, то понятное дело, что Лич не въедет. Если брать Лича, то можно взять Никса, потому что уже пробовали одни и вторые. Муши сегодня утром им показал. Если вы не смотрели финал Галиги, то зря. Посмотрите, Муши, Никс, первая карта, по-моему. Он наглядно объясняет Мигелю и Фаннику, как надо играть на этом герое в 2-2. Пособие для чайников. Да, пособие для чайников, да. Никс, который заканчивает там 8-0-13 или что-то типа того. Это то, что надо. Ух ты! Да, на них мы не видели этого товарища. Это Бэтрайдер, Мышевсадник. Это интересно. Да, выбор, как по мне, действительно интересный. Нельзя сказать, что герой там стал хуже, лучше. Да, его там постепенно нерфили, 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 но он по-прежнему юзабельный. У меня есть решение всех проблем сейчас для команды Na'Vi. Бидон? А пофигшил. Да, Бидон может заехать, безусловно. Все проблемы решает вообще. Ну и учитывая, что... Геймистаны. А, тут мы видим, немного по-другому решили поступить. Это фирменный Рубен. Сразу же аплодисменты в зале. Куроки просто отвернулся и такой, так, короче, дайте мне там что-то. Сейчас я буду объяснять. Куро, Куро вот уже готов, Куро знает, на ком он будет играть. Мы вспоминаем эту вечную картинку, где хвост, у которого в мозгу одни рапиры. Да, там, рапиры, шокуча и таймлапсы. Да, и Куроки, у которого этих 800 спеллов, которые надо заюзать. Нет, картинка, кстати, просто гениальная. Я сидел и реально с ней угорал, потому что, блин, на самом деле так и есть. Вот реально так и есть. Чистейшая правда. Только тяжело играть Рубиком, это просто фантастика. Ну, как бы катать можно Рубиком там спокойно, да, но когда, понимаете, когда это профессиональный матч, когда действительно нужно понимать, что ты хочешь украсть, для чего ты хочешь это украсть. Когда Рубика берут не просто, чтобы взять. Да, не просто, чтобы воровать все, что попало и как-то там это юзать. Когда это действительно берется с какой-то определенной целью, это уже совсем другой уровень. И вот как раз команда Na'Vi делает именно так. Но у нас баны закончились. Это герокоптеры, темпларка. Да, улетают, собственно, герокоптеры от Сигмы в бан. Не хотят, чтобы хвост на нем играть. Темплар, ассасин. Но тут у нас фантом-ассасин на титре. Да, у нас не тот ассасин. Не переживайте, фантомку никто не банил. Забанили темпларочку. Да, да, да. Извините, у нас в ручном режиме титры работают. Так они всегда только в ручном работают. Вот в чем проблема. С сожалению, да. К сожалению, мы не настолько... Гейми настолько жесткие. Гейми, пришли нам титры. Гейми, ты вообще нормальный мужик? Удали Air Spirit. Ну вот Сигма сейчас просто немножечко прочитали, но не с той стороны. Мы советовали этого героя Na'Vi, но этот герой залетает как раз-таки Сигме. Абадон, ласт пик для Сигмы. Ну и на чем будет катать хвост? Варианты. Я знаю... Погоди, я знаю план, почему был пикнут Абадон. Давай. С расчетом того, что Рубик украдет у Бэтрайдера лассо, а Абадон будет спасать от лассо Рубика. Охренеть, вот это next level. Ладно, Вивер. Что еще есть крутого? Антимаг. Антимаг? Войт. Войт. Я знаю много крутых героев. Ну, Вивер, кстати, смотрится здесь, потому что Бэтрайдер, Вивер, который соберет... Ну, Вивер универсальный герой, так что его можно юзать как попало, и он все равно будет силен. Ну, на чем будет играть хвост? 35 секунд. Сейчас чувствую, как раз та самая картинка и будет. Гуроки на Рубике и хвост на Редери. Да, я смотрю сейчас на Пупи, который даже руки на клавиатуру не положит, который обсуждает. Сашка молчит. И что же это будет? Или сейчас хвосту вообще дадут лайфстилеров сложную, а... А Тимберсов пойдет в лёг? А Тимберсов армить пойдет. Просто член Рубик тяжело в сложную пойти. Да, конечно, это так уже. Это, скорее всего, не вариант. Из области бреда и фантастики. Да, все, Саша решил, сказал, да, давай, все, поехали. Ну, там 8 секунд. 8 секунд, действительно. Шесть, пять, четыре, три. Так что хвоста, это лайфстилер. Скажем так, нави сейчас получили свой любимый пулгерой. То есть, даже если посмотреть, я думаю, по статистике, оно будет видно, что куры на Рубике я так дал больше, чем на других. И успешнее, что купили на Чене. Дэнди Инвокер хорош, хвост это понятное дело. Единственный вариант, то что фаннику там не Бристалбека какого-то взяли, а взяли более такого толкового героя. Фаннику могли взять еще, я не знаю, кого там, Двиндраннер какой-то. Баунтихантер, он же любил свое время. Баунтихантер, он любил, да, да, да. То есть, ну, в любом случае, классный герой и Тимберсов. У Сигмы все очень сильно будет зависеть. Видим Фата, и вот от него все будет зависеть. Он сейчас подтягивается. На самом деле, все у Сигмы весьма неплохо. В каком плане? В том плане, что есть битрайдер, который против хвоста работает очень хорошо. Лава против лайфстилера, ну, это как вот созданные друг против друга, да, скиллы. Так что не думаю, что у Сигмы вообще все очень печально. Не знаю, правда, насколько хорошо будет реализован этот абаддон, потому что герой действительно очень ситуативный. И в этой ситуации, я уже говорил, да, для чего он может использоваться. Если вдруг украдет Рубик там в лассо, то тогда, да, тогда действительно будет полезен. Ну, давайте, наверное, пройдемся по командам. Будем начинать с кого? С Сигмы. С Сигмы, да, да, да. Команда Сигмы. Мигель на Веномансере. Факин Мэтт у нас на абаддоне. Фата Бэтрайдер. Пас будет играть у нас на Алхимике. И Сокс, естественно, на Луне. Друзья, поприветствую. Команда Сигма. Да, ну и против них за Радиант. Собственно, Фаник, ну, как бы ни для кого не секрет, по такому, Фаник будет играть на Тимперсоу. Дэн Ди будет играть на Инвокере. Хвост, конечно же, будет играть на Лайвстилере. Пупей, кто от команды, сыграет на Чене. И Куроки сыграет на Рубике со своим собственным сетом. Ваши аплодисменты. Нави! Ну, тут уже что-то чувствуется, но пока без особого фанатизма. Ну, позавчера это не помогло. Будем надеяться, что просто позавчера публика была слишком ленивой, да? И Нави даже не почувствовали, что их поддерживали полтора раза за игру, что там кто-то покричал и так далее. Ну и поехали сразу по статистике. Въезжаем в игру. Мы видим 1.26. Да-да, что-то забрал Мигель. Ой, проблемы у Пупея могут быть довольно серьезные, потому что, словом, по нему попали. Пупей проседает довольно сильно. Здесь же Мэтт. Мэтт, да, и без шагов. Если, конечно, кто-то не заденит. Смотри, смотри! Это Денит! О, что красавчик! Вот в таких ситуациях действительно нужно очень-очень четко рассчитывать ласт хит, потому что, ну, Плайстилер имеет 62 урона, и он-то может как раз все это дело провернуть. А там был Веник с дабл дэмэджем, то есть можно было как-то подсуетиться, поднапрячься, но вот мы видим, что не получилось делать Ферроз Блату Сигмы. Секундочку просит у нас фокин Мэтт. Интригующее начало. Да, да, сразу же попей паузу и так далее. График бак он Рубик. Пишет Мэтт. It's my set, пишет Курокин. Из-за Курокин сета лагает дота просто. Спешл пичи. Ничего не работает. Да. Да, вот Курокин как раз написано self-made set. Конечно же. Существового изготовления. Да, да. Ну, мы продолжаем смотреть. Опять-таки пауза была очень короткая. Есть такая штучка, как график бак. В любом случае, слава богу. Никто от этого не застрахован. Ну, и простым перезапуском это быстро фиксится. Естественно. По поводу линий. Вот опять-таки ставят вот эту вот даблу сложную, которая должна фармить, которая должна получать экспутацию. То же самое, что делали Сигма против Нави позавчера. Да, то есть у них сложные линии. Это не просто оффлейнер, который страдает, терпит и так далее. Сложная линия, это вполне напрягающая и фармящая линия. То есть, в частности, это будет фармящая креветка у нас сейчас. Да, фармящая креветка, это, конечно, не луна какая-нибудь, но тем не менее. Эта дабла просто чем хороша? Тем, что она может очень неплохо напрягать любого милишного керри. Правда, мы сейчас видим, у нас у Факенмеда очень большие были неприятности. Очень много здоровья. Уроки лицо разбил, конечно, плотно здесь. Да, Денику, конечно, там в миде стоит не очень хорошо. Пятый уже стакт на нем висит. Ну, вот на то он и бэтрайдер, как бы. Да, да, да. Опять-таки, бэтрайдеру и убить, в принципе, можно. Инвокера довольно легко. Да, конечно, можно. Если стакт начинаешь летать, то инвокера даже не видит, какой он не спасет, потому что он очень медленно будет двигаться, умеетельно разворачивать. 8 стактов на Денди. Понимаете, что это 70% слова. Все сразу спали. Сразу прочитал. Так вот, вернемся опять-таки к оффлейнам. Мы видим на топе Фаник. Что делает вообще Фаник? Фаник у нас быкует. Кстати, вот это дерево такое, оно хорошее. Его не стоит ломать. То есть, ну, как он не будет, да. Да, да. Без лишней надобности, потому что за него можно периодически прятаться, если вас идут убивать. Ну, и если ты Тимбер, за него надо просто влетать, потому что это то, что надо как раз тебе. Да, да, да. Вныкаться. Заныкаться надо. Всегда. Так, ну и вот мы видим, сейчас у нас Фаник присанули. Да, уехать у него не получилось. Ну, Луна просто ему тычку лишнюю отвесила. Ну, Фаник нормальный, сайговый билд для сложной линии. Тимберчейн, реактивармар, то есть, все как положено. Ну, я так понимаю, он будет максить опять-таки чейн и армор в два. То есть, на пятом левеле будет в три чейн два армора. Ну, дела ему вообще нафиг пока не нужна. Он не собирается никого убивать. Тем более, куда-то выходить, быковать. Главная задача сейчас стоять, просто получать опыт. И, в принципе, все именно так, как ты говорил. Что максится в цепи, и будет товарищ просто пытаться как-то выживать. Так, как у нас там дела у Хвостевича? У Хвостевича подвышка какая-то не получилось добить крепочка. Ничего страшного, я думаю, сейчас исправится или же нет. Получится, получится, получится. Еще ни одного убить. Так, у нас там Виномансера сейчас пытались под напрячь. Виномансер такой на ноге бежит, бежит. Виномансер, в отличие от всех остальных, есть уже тапки. Поэтому, может, он чувствуется великолепно. Может, он бегает там. Хвоста тоже, правда, есть тапки. Хвоста там не было в этой стычке. Так вот, добла Виномансер, Абадон, она, типа, прикольная, если она стоит против одного Найкса, она напрягает. Но если здесь будет кур, и если внезапно где-то выскочит, конечно, Пупей, то эта добла может закончиться очень-очень сильным провалом. Потому что Виномансер... Ну, им бы сюда какого-то нюкера серьезного, и они бы разваливали просто вообще в салат. Да, так не знаю, визажа действительно какого-то. Слушай, а почему бы сюда Луну не признать, да? И такой треплей постоять? Ну, например, не знаю, потому что... Там бы Алхимик пофармил в легкой, кстати, это было бы круто. Возможно, возможно. По-моему, даже лучше, чем сейчас, но ладно. Ну, правда, Алхимик бы Тимберу вряд ли что смог противопоставить. Ну, он бы фармил бы спокойно и так далее. 25 игр сыграл Фаттан на Бэтрайдере, 169 у него стата, в среднем спирает Лассо 8,5 раз за игру, показывает отличный стат по руну, 6,5 рун за игру. Ну, интересный стат. Так, у нас там внизу начинается безудержное веселье, заходит на Фокин Мэда, Станк по ним закидывает, не успеет тут ничего на себя повесить. И это First Blood. Ну, и так же идет у нас сейчас размен, да, действительно прилетел Алхимик вниз, так как мы и говорили немного ранее, но и Куроки очень сильно проседает, сильное замедление на нем висит. Правда, нужно сделать еще три удара целых, да, и видим, что не хватает. Ой-ой-ой, Мигель здесь зажался, здесь Кентавр сразу, проблемы могут быть у Мигеля, потому что хватает, а ты! Одна секунда, сейчас должен быть Стан, есть Стан, и это, скорее всего, минус Мигель. Слушай, оба фрага забрал Чен, да? Оба фрага забрал Чен, у него 2-2-0 просто у Чена. Бей, все фраги, все смерти на карте просто собирает. Бей не дает играть вообще ни одной из команд. Ну, экшен-экшен хороший, начался. Хозяин доты. Хозяин доты, да. Опять-таки прилетел сюда алхимик, и это, конечно же, шикарная новость для фаника, который тут же включает наглого и начинает, собственно, на линии врагозить там как хочет. Ну, так просто если она сейчас загуляет немножко, фаник ей очень быстро объяснит наполовину хп. Опять нас пауза сейчас в хвост, а ну, тем временем замечание, что раньше не было ни разу, чтобы Сигма брали против Na'Vi Бэтрайдера. Было как раз-таки наоборот, Na'Vi брали Бэтрайдера, а Сигма его ни разу не брала. Вот, посмотрим. Пата сейчас линию Дэнди выигрывает слегка-слегка, но выигрывает там по общему количеству хрипов, в принципе, а нет. Ну, ровно-ровно идут тут. Нельзя сказать, что выигрывают. Да, там действительно очень-очень ровно, так что тут, как обычно, скажем, да, эти ребята уже неоднократно стояли друг против друга, и стоят они примерно всегда с одинаковым успехом. Так, у нас тут Веномансер начинает бэковать. Ну, увидели просто, что никто долго не появлялся рядом с фастом, решили немного понаглеть парня из команды Сигма. Так, ну, Бэтрайдер в миде, опять же, стоит себе спокойненько, бьет крипов. Шестой уровень уже есть, естественно, готов уже лассосировать кого-то. Правда, долететь до кого-то еще нужно. Ну, понятное дело, что будет выходить быстрый блинк, но тут, как бы, других вариантов особо нету, и нужен этот самый быстрый блинк. Ну, вот насколько он будет быстрый, как он будет реализован. Но это у Бэтрайдера всегда важно. Так, тут была очередная попытка гангануть его от команды Нави, но далеко уже был Мигель, не нашли они его возле крипов. Ты знаешь, есть мнение, что вот задумка с тем, чтобы очень сильно Трипла унижала, ну, Добла унижала Трипло, она как-то не получилась на топе. Да, на топе выходили на Паник, и Паник это прекрасно понимает. Сейчас должны быть еще у нас станы, должен быть Люсендбим. Есть этот Люсендбим, и тычка от алхимиков, Паник отправляется в таверну. 3.2. Выходит вперед французы, вот не могу я вот этого слова поразить. Они у нас всегда уже были французами, мне кажется, они у нас останутся французами. Но это связано вот с тем самым костяком из Sox'а и Funky Mad'а. Там еще Funky Mad'а у них когда-то просто присутствовал. Да кто у них там не присутствовал? Поэтому их было больше. Funky Mad'а и Maldé John Best там когда-то был, и так далее. Который легендарный Kotal? Да, который легендарный Kotal. Люди, которые еще на Asus'а к нам приезжали по первой доте, и так далее, и на Intel Challenge, и так что. Больно такие известные ребятки, скажем так. Да, бывалые парни, не первый раз они у нас уже далеко. Я думаю, те, кто смотрели пресс-конференцию с командой Sigma, те знают, сколько они у нас уже были. И чем эти все эти разы заканчивались? Да, ни разу успешным это не было. Ну, они уже в топ-3, они впервые в топ-3, и уже, в принципе, это будет более-менее нормальный результат. Ну, конечно же, хочется топ-2 или топ-1, причем очень хочется. Хочется топ-1 всегда, я слышал, что обычно команды едут за победой. Но все игла были действительно настроены именно на победу, и в первый день они действительно это показали, правда, вчера у них что-то не сдалось. Сейчас игра, видите, немного поубавила темп, нет сейчас каких-то агрессивных выпадов, как-то все достаточно ровненько держится. Посмотрим, кто же сделает вот этот самый первый шаг в сторону противника. Там у нас, смотри, уже полетел шар Фаника, налетает на Фаника, да, тут бетрайдер, лассо, и опять Фаник умирает. Вот, даже без даггера, даже без даггера абсолютно четко Фата реализовал, но получилось так, что была у него хастая, понятное дело, тут Фанику тяжело было уйти, четвертый фраг зарабатывает Sigma, и опять-таки в этом фраге участвовал Фата. Он просто, видимо, дэмэджи не нанес никакого, скорее всего, взял волосой, а это, скорее всего, как-то не посчитал. Ну, в общем, бред, как по мне, ну да ладно, не самая критичная, лишь бы деньги давало. Бывает. А может, и не дало, может, посчитал, что этому вообще нету, XP не дало. Я помню, вот раньше была такая фигня, что Паку в фейсшифте не давало деньги, если он, вот он залетает, например, убивает пятерых арбой, но в это время он находится в фейсшифте, ему вообще ничего не дает. Как тебе вот этот вот поворот? Ну, это интересный весьма поворот, я уже как раз доказывал буквально минуту назад сам рецепт, и начинает Дашкевич усердно получать деньги и опыт. Это, на самом деле, хорошо. Да, но довольно быстро, и опять-таки, получился у него на восьмой минуте, то, что надо, и как бы показал он его, но что-то не так у Саши, там, не знаю, что. Он часто вризит. Перезайти, может. Ну, я думаю, сейчас наши техники вот уже, уже стоят, там разбираются. Ну, французы нервничают, нервничают. А по-моему, это дело, что нервничают, по-моему, это дело, что надо все делать правильно. Вот Фата, мы видим, активно разминает руки. Фата понимает, что скоро у него появится уже нереальная возможность к инициации, и вот эту самую инициацию надо будет реализовать просто нон-стоп. Работенки у него прибавится очень много. То есть, как бы такой герой, на котором нельзя расслабиться. То есть, это не тот герой, который там сноуболится, но не тот герой, который, как луной, можно нафармить, пойти рейт-кликом, убивать. Тут надо просто-напросто абсолютно с первой, последнюю минуту... Это, на самом деле, из разряда того же самого Никс Ассасина, знаешь, который герой, который постоянно нагнетает обстановку. Только если с Никсом можно бороться какими-нибудь центриками периодически, да, то здесь просто битрайдер прилетает, даггер схватил, утащил. Все. Причем, особенно ночью, это очень страшные вещи. Да. Не убежишь никак. Да, просто может в каком-нибудь смоке подлететь, там, например, на рейндж прыжка с даггера, и с антреема вы его не спалите, вы его просто не видите. Это действительно очень страшно. Да, да. Но фанник, который уже дважды умер, он же прекрасно знает, что битрайды могут подобраться к своей точке карты, поэтому он будет осторожен. И все должны быть осторожны. Но в случае 4-2 на девятой минуте, игра пока ровная, ни у кого преимущества нет. То есть ганги какие-то имеются. Ну, понятное дело, что инвокер, это не тот суламидер, который будет гангировать там с первой минуты, да? Он может помочь? Сами знаете чем, потому что у него 4 экзорт, как бы это довольно серьезно. Ну, понятно, понятно, да, что герои дистанционно помогающие команде свои, это тоже очень неплохое качество, потому что сам-то он не отвлекается от фарма, это тоже немаловажный фактор. Не каждый герой такой способен. Так, у нас там хвост сел в таксу, своим проехал на райончик, тут уже на проще. Поломал такси. Ну, и вот опять теперь хвост там начинают пробивать, ну, конечно, вряд ли его тут сможет убить Мигель, но на бряку на его основательно. Вообще никак не убил бы, мог бы даже хвост пытаться развернуться, подраться, но если бы рядом... Там просто два героя, они даже если просто пойдут сейчас руками месить Левстилера, он им ничего не сделает. Вот в чем проблема. Это факт. Потому что уже инфест он потратил, спрятаться никуда не сможет. И команда Сигма это тоже прекрасно понимали, именно поэтому вот как только он вылез, сразу же пошли его там уничтожать. Правильное решение. Так что у нас по саппорту команды Нави? Давайте посмотрим, как там дела. Да, потому что только Мигель, ну, почти шестой. Ну, почти шестой у Кура. То есть скоро будут появляться уже и ворованные ульты, и скоро будет, собственно, Хилчен, скоро будут уже попытки выйти на какие-то линии и так далее. Но, понятное дело, пока вот эти самые ЛВЛа зарабатывают, хвост зарабатывает деньги. И, ну, первым артефактом, я думаю, будет делать ПТ-фобарабаны. Тут как бы вариантов не особо много. Да-да-да, у нас тут небольшая стычка. На нижней руне ребята повоевали. Да, за Вижн. Продолжает. Одни и вторые, веселая получилась ситуация. Одни и вторых не боялись, не вторые и первых. Интересное решение, на самом деле, от Луны, то, что Луна сама не собрала себе Hand of Midas, увидев этот артефакт на лайвстилеры, потому что обычно мы видим подобные движения. Может, решили, типа, заранее, ну, не знаю. Кстати, Сашка купил Фейзы. Ну, нормальное решение, это же лайвстилер. Нужно догонять противника. Он за счет рейджа-то имеет максимальный атак спид, по сути, да, больше ему не прибавится. У него дополнительная скорость атаки, там, 60 или 80, в зависимости от уровня прокачки. Так что, то же самое ПТ ему там не особо нужно. Отличный просто на поставить сейчас вот это вот штуки НСР. Да, это действительно очень качественное айтем. Более над каком героем. Сейчас посмотрим. Опять же, вот с этими артефактами, ты знаешь, это как даггер на Бэтрайдере. Надо сразу пытаться идти его реализовать, потому что, по большому счету, он тебе бонуса никакого потом не даст. С другой стороны, медалька-то, она всегда полезная бывает. Даже в лейте дать. Не, ну, опять-таки, то, что вы лаки, то, что вы говорили, ребята, что, как бы, у алхимика медалька и тучка, это просто беда. Как бы бросаясь на Рошана, ты начинаешь ее убивать, на какой бы этой минуте не было. Да, и там стан какой-нибудь может залететь достаточно серьезно. Там в уроке, например, если будет алхимик на полную раскручен в левеле на шестом, на седьмом, да, там с каким-нибудь замакшенным станом, то влетит очень больно. Ну, Дэнтику даже влетит очень больно. Это понятно, да. Там, естественно, пока... Бэтрайдер прыгает, цепляет стоки, вытягивает его подальше сюда, есть стан и отличный фраг. Отличная реализация даггера. Это было то самое очень больное, о котором я говорил. Если кто заметил, там 400 с чем-то урона только что вылетело по Рубику. Да. При максимальном запасе здоровья, там, 500 с копейками. Ну вот, и свой даггер Бэтрайдер реализовал уже. Причем уже круто резать. Есть первый фраг, есть вот этот опыт быстрый фраг, без размены, без ничего. Это деньги экспо, все хорошо. Ну, сейчас, да, сейчас Нави знают. Там есть даггер, там есть медальон, там опасно, но вот бывает. У тебя над Рубиком тоже какая-то... Да, у меня Рубик что-то кресты только что закидывал, но вроде он успокоился. Тот же баг. Вольво, фиксит, please. Ну, конечно, конечно. А еще нужно пофиксить, чтобы просмотры на моем сайте считались, когда я комментатор. Я знаю, айсфрок, ты меня смотришь, надо почулить. Пожалуйста. Что, Луна Элла Стиллер сталкивает 154 раза, как Эри, 79-75 пульс Лайфстиллера. Ух ты, как ровненько. Ну, а вот у Нави, Лайфстиллера против Луны, 80%. Это очень много. Нереально много. Не говори. Ну, Сигма так подсказали, как Луну против Нави всего один раз. Так, Фаник на паса, подключает рутимейт. Фаник влетает на него, сейчас акцентуется пас на развороте. Здесь же Кура, Кура поднял. Долетает Санстрайк, паса и... Пас живой! Живой пас на конца! Умирайся! Слушай, мне кажется, если пас попытался убежать в той ситуации, возможно, у него получилось. Может быть. Видимо, могли там теперь только руками. Все в него уже всадили. Ни замедлений, ни станов там не осталось. А Риген у него достаточно сильный. Да. Потому что он там еще пару ударов замахнулся, и он был по-прежнему жив, пока махал своими обрубками. Мигель тем временем с Низом и демпрессует Тауэр, приобрал отличную штукенцию и... Посмотрим, как он заберет или будет Нави дайфить. Так, а Нави не успевает. Он как только спалил, что там на топе находятся все движок, а сразу же активно приступил к действиям. Действительно, вышка очень сильно проседает. Для нами единственный вариант, это сейчас просто выйти в размен. Для того, чтобы не потерять денег особо так. Ну, там Фаник прыгает на Луну. Луна сразу же прожимает ультимативную способность. Фаника просто влетает абсолютно все. И сам страйк великолепный от Денди. Да, но под таким замедлением особо и не помансишь. Вот в чем проблема. Ну, получился неплохой размен такой для команды Нави. Скажем честно, Фаник, который, в принципе, уже третий раз умер на мейнкерри, на Луну. Это неплохо. Твой третий ассист хвосту. Ух ты. Да, действительно, третий ассист очень неплохо. Так, ну и у нас тут... Да, пошли. Паса, рейдж, курса, клэп, пас, проблемы, станд, минус. Знали, что он туда пошел изначально. Понимали, что или сделать паут, или нет. Надо было поискать, но пускали нашли. Что, разменяли ставорами и разменяли два на одного. Опять-таки плюс для Нави. Так, потихоньку-полегоньку ребята, скорее всего, выходят вперед. Я вот сейчас посмотрю быстренько графики. Да, мы видим, что преимущество есть. Оно небольшое, но обратить внимание на рост этого преимущества за последние, там, несколько минут. Это уже очень приятная тенденция для игроков Нави. Опять-таки у Дэнди все хорошо с левелом и с фармом все хорошо. То есть он обгоняет бэтрайдера сейчас более чем на... Ну, не более чем, почти на полторы тысячи. И мы видим то, что говорил Хвост сегодня в пресс-конференции, предматчиваем интервью, что мы катаем папочки, там все команды берут инвокера, некра и сплитпушат. Мы решили, давай так же сделаем. Ну и вот, Дэнди уже с палкой-толкалкой, скоро купит некра книгу. И уже будет неприятно Сигме. Уже будет очень неприятно Сигме. В той же Луне будет невесело. Так что... Ну, вообще, некра книга неприятная штука. Причем практически при любом пике вражеском. Да. Потому что там магии не вливают много. Маны выжигают много. А если еще не одна некра книга, это вообще... Да, если там еще их несколько, то действительно может быть очень много. Что же, продолжаем наблюдать. У нас не скажешь, что много фрагов, потому что всего 11 фрагов за 15 минут. Но это не вчерашняя вторая игра Альянс Сигме, где совсем было очень-очень мало экшена. Но в любом случае, здесь тоже команда играет осторожно. И снизу проявлена паника. Паника проблемы. Станад паса. Ну вот, пожалуйста, как же разваливает его-то, а? Тучка-медальон. Да, минус армор действительно просто чумачечек какой-то. Так, у нас там на топе сейчас небольшая стычка сокса и хвоста. Хвост тут быкует. Хотя практически безосновательно. Но Луна не особо владеет информацией. Сейчас разве что начинает пробивать. Хвост на развороте. Прыгает. Хорошо. Он там сразу же на пофиг Шилд и без проблем Луна убегает. Насколько же класснейшая штука, да? Да, просто пофиг Шилд слова нет, Ландо практически нет. Ты себе убегаешь и... Ну вот тут прикольная штука, да, этот щит в случае, если будет кинуть там колд снэп, например, какой-то. Потому что больше особо тут спасать нечего. Слушай, я, кстати, не заметил, что Дэнди качается 4.1.6 уже. У него 4.1.5, извините, и со страйк у него там наносит 350 урдэмджа. У него левел очень высокий, да. Если сейчас посмотреть на максимальном уровне, мы видим, что хвост на первом месте, потому что у него мидос. А на втором месте идет у нас Дэнди, причем отставание у него там, ну, не самое большое, которое может быть. Кстати, и заметь, Дэнди 17 минут с этой точки не уходит. Так, а куда я уходить? Просто 17 минут. Он тратит закидывает, все нормально, формит. Ну, отлично, он зарабатывает артефакты, он на базу не бегал. 1.01, отличный крипстат, хорошо по деньгам все. Опять-таки, уже на 1200 сохраняется этот отрыв в сравнении с, собственно, своим конкурентом, с патой. Так что все хорошо. Хвост на топе, сразу вместе с имейцами продолжает пушить линию. Ну да, ну тут ребята, я знаю, сейчас решили плотненько так поджать топ. Ну и посмотрим, будут ли дэвить сейчас Сигма. Да, Сигма у нас решили вот так вот поступить. Забирают они Рошан. Остается Айгис Луне. Алхимик, медаль. Привет, Рошан, прыгает бэтрайдер. Сбул хвоста. Да, утащил хвоста он сейчас. Хвост успеет ли прожать. Ух ты! Да, и посмотри, там еще прыгает. У нас сейчас Мигель, Мигель должен успеть прожать ульту. Да, он прожимает, но только по одному чену попадает. А там Хост в это время практически разобрался с Алхимиком. Алхимик бежит и прыгает бэтрайдер. Есть тут еще стакину Хост, а пульзак догоняет. И пытается сделать и паут. Есть бочка. Хост и паут не сделает. Там еще и Луна. Да, Хост тут погибает сейчас. Правда, можно было попытаться разменяться. Но нет, нету там деревьев. Фаник не стал банально прыгать. Ну и получается не самая хорошая драка от нами. Ну забрали тавер, это хорошо. Но отдавать поставить здесь не стоило. Слишком далеко пошел Сашка, но решил уже, раз пошел, так добьют. Но в итоге я считаю, что это все-таки ошибка. Да, мне тоже кажется, что зря погнался. Стоило просто забрать тавер и сваливать по-хорошему. Да, в любом случае 6-8. Шестой фраг сделали Нави, восьмой фраг сделали Сигма. Сигма, прежде чем впереди по фрагам. Но по деньгам они чуть-чуть проигрывают, по эксперт тоже чуть-чуть проигрывают. Но опять-таки чуть-чуть. Чуть-чуть. Нельзя сказать, что это какое-то решающее преимущество. Да, это действительно мало. Все эти цифры действительно не так уж и много, как хотелось бы Нави, например. Но еще стоит отметить, что Дэнди наконец-то ушел с МИДа. Там очень важный момент то, что Фат прикупил себе, собственно, фаунт-кал-калку. Да, и теперь будет нормально заезжать. Он как раз сейчас демонстрирует мастерство скольжения по воздуху на нижней линии. То, что надо. Ага, вот смотри, давненько мы уже не видели этого артефакта на лайфстилере. Да, да, да. Обычно сразу же, вот мы даже на этом турнире видели, после драмов собиралась Солиньяш, потом Супербашер или что-то еще. Ну, да, да, какая-то такая чушь. Вспомнили-вспомнили наконец про этот неплохой. Повыключать, повыключать. И вот прям сейчас это делает в лесу. Ну бы и нет. Ну, интересно. Да, Дэнди там уже книжку грейданул, так что у него тоже все весьма неплохо идет. Еще буквально тысячи не хватает для того, чтобы грейданул книжечку до максимального уровня. Пока что, как таковых, супермассовых замесов у нас еще не было, да? Были какие-то пододраки, да. Да, ну, кстати, у Трикентавра, у Пупея, это довольно неплохой такой зоопарк, который, значит, по-моему, это Акфа, Атап, Форстап и улетает. Ну, что он, наверное, успел, успел, да, свалить. Пол ХП просто куда-то пропало сразу же. Ну, вот колдснеп, у него очень большой рейндж действия, следовательно, можно как-то просто дотрать наловить на таких врывах. Дэнди уже почти последний экзорт, то есть сейчас уже будет так наваливать санстрати, что уго-го. Сейчас совсем будет наваливать, и Форгиды будут тоже наваливать, все будут наваливать. Там врывается Паник. Паник. Дэнди тоже побежал вперед, есть фортификейшн. Паник танкует. Ну, вот мы видим. Так прыгает Бэтрайтер. Ой, Дэндика утащили очень не в тему, тут от Кентавра отличный стан, еще один стан от Кентавра. Просто, ребята, остается уже секунд пять. Луна, правда, разультилась, очень качественно разультилась Луна, и остается там, у нас, кажется, один хвост в самом центре, но он убивает, Форгиды или нет. Там Форгиды, там Форгиды, там Форгиды, там Форгиды, там Форгиды, там Луны, Куроки, что творит? Да, Куроки неплохо там залил, но... Но он один остался. Куроки, да, действительно, остался в одиночестве. Три в четыре, три в четыре разменялись. Байбэк сделал Форгиды, опять умер после Байбэка. Но в любом случае, как же хорошо-то подрали Сигма сейчас. Главное, именно то, что Луна жила всю драку. Луна не погибла, Луна всадила абсолютно все, и Луна поубивала людей. И у Луны счет теперь 5-1-3. Это самое страшное. И Луна к Метворцу уже выходит вперед по отношению к тому же хвосту. Сразу за одну драку, он проигрывал очень сильно. Он проигрывал порядка полутора-двух тысяч, где-то так вот. И сейчас вы видите, что, да, действительно получилось выйти вперед. Ненамного, но все же, блин, такое отставание сократить за одно сражение. Как все просто казалось, вытягиваешь Дэнди, и все, проблем нет. Это же Дэнди, он там клац-клац-клац, такой трайхард. И вот сразу все преимущество по нигде, которое было у Нави, потеряно. Да, действительно, видим, что графики ринулись вниз. Стоит, опять-таки, отдать должное, да, Пупею, который отлично расконтроливал кентаврами. Станы там были просто действительно потрясающие. Я не знаю, если бы не было тех оглушений, он, кажется, попал то ли по двум героям, то ли по трём. По двум он точно попал, и одним кентавром, вторым кентавром. То есть нормально он там топал. Если бы ещё и этих станов не было, там, боюсь, Нави бы тогда вообще развалили. Да, ну что, и продолжается игра. Мы видим, что Пупея, собственно, делает тоже книжку, и будет уже две пары. Ну, тем временем, Кровекамень скрипал Паник у нас. Или не скрипал, пока ничего не скрипал. Он тут сидит, да, пытается собрать Кровекамень, или думает, что он пока ему не нужен. Ну, у него просто денег ещё нет на этот самый Кровекамень. То есть у него руна восстановления. Ладно, 9-12. Счёт 23 минуты игры. Напомню, что это первая карта финала Лазеро. Восема Сезон Старладра, и пока битва очень ровная. Причём действительно ровная, если оба графика посмотреть, то просто... Особенно мне нравится вот этот последний такой песичка, вот этот на ровно, на одном месте, которое держится. По опыту, конечно, она вряд ли так будет на одном месте держаться. Но по деньгам мы видим, что всё действительно весьма стабильно. Итак, вот после такой успешной драки, что будут делать Сигма? Либо же это будет... Ага, пацаны, у нас ещё есть, как мы говорили постоянно после убийства Рошан, на 6 минут безопасного фарма. Либо же это всё-таки будут какие-то агрессивные действия. Но с другой стороны, Тирадин, Вышкин, пример, уже практически не осталось. Т1 товаров у Нави, да, осталась только одна. Вот на топе она очень кацаны. Как раз, возможно, именно туда Сим решат наведаться в ближайшем будущем. Нави, в свою очередь, забрали только одну вышку. Пока. Ну, тут Нави формят древних, кстати, на всей команды. Тем временем мы... Довольно много здесь, собственно, этих самых древних на стакал тупей, поэтому зарабатывают. Ну, кстати, Сигма то же самое сделали недавно. И у них всё хорошо. Я вот что-то этот... Аэгис Луна когда потеряла? Вот только-только. А, только-только? Да, да, да. Только-только вот он слетел. И, собственно, Луна... Луна вообще себя шикарно. Посмотрите, сколько у него денег. Да. Луна сейчас... Хорошо, да. Доминатор уже. Будет билет куда-то. Ну, деньги, третий книжка тем временем. Ну, понимаешь, третий книжка, она не поможет против такой Луны. Вот в чём дело. Тогда Луна там будет просто нарезать. Ну, она может из-за любимый с ульта забирать. Это всегда приятно. Там ещё есть форгиды, там ещё есть пацаны-кентавры, там, сатиры и прочая нечисть. То есть уходить в прицел есть. Куда? Луна-то скоро начнёт просто с руки всех вырезать. Это и так понятно. Ага, вот так вот решил сделать хвост. Да, действительно хороший айтем. Хвост, что ни говори, а деньги собирает с очень хорошей скоростью. Мне интересно посмотреть, какой ГПМ. Да, вот у Луны там 20 хвост проигрывает немного. Но проигрывает, потому что вот та драка была. Луна в ней просто нереально выехала вперёд. И догнать будет достаточно сложно потом. Хотя у хвоста вроде есть Мидас. Но, как мы видим, Мидас пока что таких вопросов не решает. Ну что ж, 25-ая минута. Опять-таки после последней драки за кишечки на карте. Боятся наяве. Они этот Тавр так и не добили. И вокруг Тавра мы видим постоянно теперь тусуются Мигелю. Мигеля, кстати, на Мантере очень много артефактов разнообразных. Первая книжка появилась у Папи. У Мигеля там и механизм есть. Тут мы видим, собирает, наверное, Аганим по чуть-чуть. То есть Аганим на Виномайнсере это будет довольно крутая тема. Да, Аганим на Виномайнсере это всегда хорошая штука. Блин, вот я не понимаю, почему некоторые недооценивают ульту Виномайнсера. Да, всё понятно. Есть там у всех БКБ, есть у всех ещё какая-то там фигня. Но про любую льту можно так сказать. Да, у врага БКБ. Чего вы сейчас собираетесь? Так, нормально. На Луну. Очень быстро это было. Это реально было очень быстро. Так, там ещё Шакбарф у нас еле живой улетел. Точнее, вот улетел фуловый, но сужалась у него та самая очень быстро, я думаю. И очень сильно. Как-то мне жалко этого, эту Пантеру стало. А так а что с Пантерой? Посмотри, у неё нет артефактов на выживаемость. Ну, у неё БКБ, оно там чуть-чуть что-то добавляет. Да, причём в такой ситуации прожимать ты его обычно не успеваешь. Там даже бытая наловкость. То есть, вообще никакого бонусного здоровья не наблюдается. Так, конечно, что украл Кура. Кура украл Кик Койл. Ну, Койл не настолько круто, как опять-таки тот же ворованный Аппофик Шилд. Да, Аппофик Шилд, кстати, вот против Выше Всадника может неплохо дозаезжать. Это будет круто, если... Возможно, именно с этой целью Куроки сейчас воровал скилл именного Абадона, что а вдруг там будет этот щит, и можно будет засейвить своего товарища. Может быть. Куроки покупает тем временем Аппи, Трэвел, и, собственно, что украл теперь. А вот теперь это то, что надо. А теперь это то, что надо, да. Кура с первого раза не то, с второго то. И вот сейчас нужно быть очень аккуратным при выборе цели. Нужно понимать, что если ты зацепишь пацана, который будет находиться близко к Рубену, то Рубен может засейвить. Нужно цеплять действительно того, кто очень далеко отойдет. Либо же самого Рубика. Хотя сам Рубик не... Слушай, а такой вопрос. Если Квоз будет в рейдже, его, например, зацепит Бэтрайдер, сможет ли на него бросить Куроки? Ну, вряд ли. Ходу нет, да. Где-то посмотри, а может быть там написано на Аппофик Шилде. Сейчас оценим. Воу, тут вообще нет никакой дополнительной информации. Что за фигня? Да, узнавай сам. Или у меня кнопки не работают? Тестируй сам. Думайте сами. Тестируйте сами. Ну, что же. Покемеда, Попик Шилд, остаются около тридцатира за игру. Супновит в линию Мигеля по Таврам. Есть два тп. Мигель, Мигель очень больно. Мигель успеет не ультануть. Нет, не успел. Покемед прибежал, включает ультимейт. И Na'Vi будет уходить. О, Катрайдер, по Дэнди. Где Попик Шилд? Нет, Попик Шилд, да. И Дэнди, по прежнему, по Таврам. Вот он, форстап выживает. Хвост побежал за Патрайдер. Паник обошел сзади. И Паник будет разваливать. Минус три. Пас пытается уйти. Паник, Клтнеп, минус четыре. Да, ну вот тут конвейер гейминг в чистом виде. Вы слышите, как зал просто разразился дисциплинентами. Это была хорошая драка. И даже не поймешь, что было в ней самое лучшее. Почему так просто подлетали? Я могу сказать, что было самое худшее. Потому что... Во-первых, не было луны. Но это не самое главное. Самое главное это то, что слишком растянуты были Сигма. Начинали они действовать по очереди. Сначала убили одного, прилетело еще несколько. Эти несколько сразу же очень сильно просели. Потому что они прямо на голову прилетели игрокам Na'Vi. И в этом была, мне кажется, главная проблема. Потому что не было именно слаженного кулака. Не было слаженных действий. Включательно спланированных. Действовали так на Абум. Мы импровизировали очень много. Но Na'Vi выглядели намного мощнее. Ну, ты видел, что вытянули Дэнди под фарфлайер. А что? Там демоджа не было. Да, действительно. Его вытащили. Ну и что? Он покатался туда на форстафе. Покатался обратно на форстафе. Ничего как такового конкретного. Ему противопоставить нельзя. Да, у него там полторы тысячи хп. И его сложно, на самом деле, убить, если нет какой-то луны рядом. Так, опять прыгает флата. Опять таскивает Дэнди. Вот тут теперь у Дэнди могут быть проблемы. Дэнди! Дэнди погибает. Фаник тоже здесь подруга. Скорее всего, отъедет. Да, посмотри, на нем очень сильные замедления. И гонится. Нет, ты погнался с ним дальше. Слушай. Фаник все равно должен умирать. Не, 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 или не умрет. Так, у нас хвост еще гоняется за Соксом. Да, есть Утан Бонс. И Луна. Луна. Очень сильно проседает. Но нет, ее подхиливает Абадон. Да сколько этот Абадон будет ее сывить? Но Сокс еще и на форстафе выталкивает. Луна убегает или же нет? Нет, урна подетели 32. 12-17. Это минус. Еще и Фату съел хвост. Что они делают? Куроки, опять зарядная урна. И Куроки продолжает драться. Мешает на себя. По фикшилд начинает драться с фокинг-мэдом. Смотри, до конца просто заруба. Есть также и... Куро. Так, Куро погнался или нет? Нет, Куро отступает. Слушай, такой наглый. Там Чен еще, слушаю, Виномансера только что с Брил. Чен. Как? Где? Что? Смотрим. Трупик Виномансера. Ну, где? Где? Где понятно, где? Только каким? А, там еще Фаник был рядышком. Вот в чем дело. Фаник у нас-то с... Да, с Даггером он-то очень опасный, очень мобильный. Куроки, конечно, в последней драке опять-таки. Вау, вау, еще раз вау. Да, ну, очень хорошо забрили. Действительно, очень вовремя. А там Фаник немного ошибся или что это было? Нет, он просто себя пропелил деревья. Я думал, что это была какая-то атака, но не тут-то было. На Мэда, прыгает. Паник, проблемы огромные у Мэда. Вылазит тут же. Нет, вылазит еще никто, но может быть вылезет. Пока еще и вылазит. А что ему вылазить? Он типа не палится, мол, у нас нету сейчас на Экс. Да, и теперь на Экс у нас есть. Ну, правда, проблема у Куроки. Куроки сразу же погиб, и хвост там чуть не сгорел. Роликшку нужно поражать, потому что столько ип у него осталось. Будет в холл в холл. Ну, тут, наверное, зря остались все-таки. Потому что план был классный. Залезу кое-что я в Фаника, и они не подумают, что я здесь. Да, прикольно, кстати, было то, что он не палился изначально. Можно было действительно как-то предположить, что хвоста нет в драке. Мас даггер, Мас даггер. Фаник даггер, Куру даггер. Две пашки уже третий, кстати, Чен за последнюю драку перед тем, как умереть. Смотри, что там случилось у нас по деньгам-то за последние 8 минут. Ай-яй-яй, карамба, как говорит Барт Симпсон. Это, конечно, серьезно. Да, и по опыту там ровно такая же ситуация. Все очень грустно теперь уже для Сигма, и им нужно сейчас кровь из носу что-то сильное провернуть. Что-то сильное провернуть, это значит убить деньги, убить хвоста, как минимум. И паника. Слушай, у Луны Батерфляй мог быть минуты 4-5 назад, но из-за того, что ее там раз убили, пару неудачных драк каких-то, мы видим, что... Ну, 5-1 у нее было, сейчас 5-3. Как бы прошло 15 минут с того момента, как у нее было 5-1, и все, остановился в развитии Сокс, остановился в развитии команда Сигмана, которые один раз напали по Тауэрам, они хорошо подравились, а дальше все. То есть сами, в принципе, они как-то не активничают в этой игре, причем вообще никак не активничают. Я не помню каких-то гангов или выпадов, или организованных драк именно командой Сигма. А, у них там что-то Алхимик забегал пару раз, когда у нее медалька появилась, но и на этом все. Не, Фата нормально прыгал. Про Фату можно сказать, что он действительно неплохо воевал. 15 фрагов, у него 3-4-6 статистика, то есть там 9 из 15, более-менее неплохо, да. Вот сейчас он только прыгнул. Ага, там Фаника нашли. Крипы. Беззатишки у нас на карте продолжаются. Фаник 13 зарядов, опять-таки тревела, как и у Дэнди и Даггер, то есть сверх-мега-ультра-мобильный Тимбер, которого вообще не знаю, как поймать теперь. Ну, поймать его можно, если вдруг появится какой-то лишний стана. Где ему появляться? Ну, или овца. Или овца, да. Овца тоже не появится, потому что бетрейдер не идет в овцу. А хвостом уже вот с супер-баршером, который сейчас будет просто крашить лица. У Супер-баршера там денег нереальное количество. Где у них берет, неясно. У Дэнди то же самое. Да, и мы там сейчас действительно либо Кирасу, либо Тараску. Я думаю, что все-таки Тараску тут будет. Ты смотри, что приобрел Дэнди. А что у Дэнди там? Ага! Да, друзья, это то самое. Сейчас начнется безудержное веселье, если, конечно, доживет до этого момента команда Сигма. Сейчас начнется пианино-гейминг. И такой серьезный пианино-гейминг. Сегодня утром я как раз в Твиттере сидел, читал, что пишут люди по поводу матча ДК и ДЖ. Если вы его не смотрели, посмотрите. На Ютубе будут записи буквально. Я думаю, вечером писали там Феррари, The Young, пианист и так далее. Они еще пианистов не видали. Да, вот Кирас Дэнди играл в детстве на футбе пиано. И я думаю, ни для кого это не секрет. А не для кого-то, кто сидел в Сиэтле, в Битаро и Охоле и смотрел. А, ну да, кстати, я забыла. Да, Дэнди действительно в детстве занимался пиано, причем довольно много. И играть умеет хорошо. Так что для него законтролить какого-то таминбокера – это вообще два пальца об асфальт. Хлост снизу. Интересно, что будет дальше покупать хлост. В принципе, я даже тяжело мне предположить, скорее всего. Я говорил уже, либо Тараска, либо Кираса. Ну, по мне, то Тараска выглядит поувереннее, если говорить уже конкретно о хвосте. Но мы можем и Кирасу видеть с такой легкостью. Ну да, и попадет через 30 секунд, и надо будет что-то из него приобретать. Бабло убегает! 33 золота, давай, давай, давай. Форги, давай. Братюня! Нет, не получилось. Форги думал нейтралом отдастся, да? Да, да, это как пропор, даже Форги думал нейтралом отдавать. Это было бы слишком. Что же, Дэнди уже с арбом. Да, это уже весело. И вот, видите, да, что у него сейчас есть. Уже на готове. Наточенный кирпич. Я себе представляю, что это будет. Я уже хочу посмотреть, что это будет. В драку залетит этих два. Два бласта, да, два камня. Форги, которые начнутся еще до драки, ему и аганим нужен срочно. Да, 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 это будет круто. Ну, не это. Прикинь, и два санстрайка. И два санстрайка. Мама дорогая. И оба там на 475 или на сколько они там бьют. Максимальный санстрайка, по-моему. Ну, в любом случае, это 900 пьюр демаж, он какие-то влетает. Это плюс мотиворит. А, все. Кейнбокер, наверное, стоит банить, как ни крути. Смотрим, стоит или нет. Я думаю, это холодножабинка быстро разберется с этим вопросом. Ну, это-то да. Кстати, смотри, там тем временем саппорты команды Sigma приторабаниваются. Хорошие вещички такие приобретают. Что один, что второй там. Так нельзя сказать, что тут кто-то очень сильно бомжует. Наверное, только про Абадона можно подобное выражение употребить. Да. Потому что у него действительно нифига нету, абсолютно ничего. Ему хоть какой-нибудь ворставчик, чтобы просто быть полезным в команде. Либо бэтрайдера подтолкнуть, когда на обратном пути будет лететь. Либо себя там откуда-то вытолкнуть. В общем, чтобы быть хоть как-то полезным. Потому что Аппофиг Шилл, его время уже прошло, мягко говоря. И там уже руками месяц нехило там. Потому что там лишняя секунда, она по сути роли не играет. Хотя, возможно, наоборот. Да, ну вот Хос собрал. Один из двух ранее упомянутых айтемов. Сразу целиком и полностью прилетает к нему. Ну и сопротивление физическому урону 64%. Это много. И бьет он с руки очень больно и быстро. Да, да, да. И в том, что Камнеголовый появится довольно скоро. Я думаю, что Нави должны выждать этот момент, пока он появится. И уже вместе с Эгидой Бессмертия как-то идти и заканчивать. Да, но вот у Нави, опять же, очень неплохой контроль присутствует на карте. Они владеют целиком полностью ситуацией. Они знают, что им нужно делать. Сигма, в свою очередь, нельзя сказать, что они держатся как-то слишком уж зажато. Они периодически выходят, там что-то подфармливают и так далее. Они не тупо сидят на базе, как это иногда бывает. Да, ну и Фаник, тем временем, мы видим, продолжает, собственно, хоботить всю карту, где только можно и что только можно. 19-й левел у него был. И Глам вообще, Фаник, кстати, второй на карте. Обгоняет даже Дэнди. Обгоняет даже... В угол, сильно. Да, неплохо. Да и зарядов у него в Батстоне немало стоит отметить. Так, я там слышу, кому-то кровь пустили. Это все-таки был Алхимик. Да, и Алхимик будет, скорее всего, поднимать. А пофиг Шилд, но слишком поздно. Виномантер еще подходит. Ну зачем был этот Виномантер? Там нужен и Курок и Гелем в него попадает. Это минус 2. Да, это минус 2. И Куроки опять-таки воровыми Гелем заряжает. Кстати, очень больно бьет тиммейт все-таки Виномантера. Кура там осталась буквально третьих АП. Но без Винома и без Алхимика сейчас придется деться. Как ни крути. Да, причем нету тучки во время захода. Отбиваться, по сути, нечем. Да, потому что нет вообще никакого уеба. Кроме той самой тучки. Курки, ты тут две пачки третьих не кров. Ну вот сейчас заканчивается Глиф. Мы видим, как быстро отваливается этот Тауэр. Тут можно попарать. Да, какой барак. Тут я ни слова, думаю, не скажу по поводу Рейнджова. Но мы видим, что просто за секунду не становится линия у Сигмы. И нами отправляются на центр. Да, да, да. Смотри, как быстро падает этот Тауэр. Так, а ведь Глифа нету. Они сейчас за 10 секунд развалят вот эту линию целиком и полностью. Вы же неужели, вот эти цены прыгают в АТ? Сопнул хвоста. Куроки. Блинг. Хвост может умереть. Да, Хлот здесь умирает. И теперь можно догонять в Сигме своих соперников. Хаби Жид Эдин по Киме там чуть не умер, блин. Я тебе могу сказать одну простую вещь. Пофиг на то, что Хвост умер. Реально пофиг. Так, обрывается. Кирпич. Блат. Рефрешер. Стан. Дэнди, да. Вот Дэнди тут немножко Килингспри оборвался. Блат. Кирпич. Рефрешер. И ты по этому делаешь все. Дэнди просто очень хотел вот эту комбину залепить. Да, да, да. Ну, тут Na'Vi, мне кажется, немножко уже почувствовали вкус победы. И именно поэтому начали вот так быковать. Хотя, слушай, Абаддона им не помешало стереть в порошок. Абсолютно никак. Хвост делал байбэк. Паник очень жесткий уже, который сейчас к тому же себе купит вот что. А, ну это уже, да, это уже пиши пропало. Сейчас Тимбер в Соло будет расправляться. Ну как Соло? Синьки всегда присутся. Смотри сидящим лучшим другом. Внутренний друг, да. Внутренний друг. А, лол. А тут уже на топе папи. Так, а зачем, да, трогать там Барак, если одного уже нету? И легче намного снести третью линию. Не понимаю. Паник проиграет. Вот, вылабит. Хекс, минус пата. Без шанса БКБ не поможет. Да, еще и по неделю сейчас Open Wound. Залетает Торнад. Немного подсейвил Виномансера Дэнди. Но мы видим, что Луна под Башером там просто изничтожается. И, да, это минус Луна. Походу, это гудгейм, стоит отметить. Последняя сторона сейчас падает. Наи будет пытаться очень быстро бить Барак. Это ГГ 1-0 наи. Да, видим, доволен менеджер, довольны игроки. Но это еще не конец. Да, это только начало. Я бы вообще не слишком сейчас радовался. Понятное дело, что сейчас будет маленький перерыв, перекурс, скажем так. Команды, конечно же, обсудят то, что произошло.